Мы снова пишем видео на тему Кромвель как танк свечения, как средний танк британской ветки и возможности его боевой разведки, если можно так назвать. Мы пишем уже ряд видео на эту тему. Если вам интересно, вы можете посмотреть Кромвель как светляк в этой теме. Ссылки будут под этим видео, плейлист должен быть у меня создан отдельно на эту тему, именно как светляка, именно Кромвеля. В данном случае я дошел до 6 уровня, я не совсем такой классный топовый игрок, игрок очень даже средней руки, но тем не менее пытаюсь себя посмотреть в разных качествах. В качестве, в данном случае, светляка. Ну, пишу, что посвечу и посмотрим, как у меня это получится. Я извиняюсь за кашель. Итак, мы поехали. В общем, пока подождем, чтобы наши танки заняли определенные позиции для того, чтобы обстреливать. А потом я уже заеду туда, куда, где, возможно, больше собираются танки противника. Давайте мы начнем с правого фланга, попробуем пройти правый фланг, хотя уже тут уже наверняка уже светят и без меня, но тем не менее. Мы постараемся пройти по ним. Гуляющий. Покрутимся. По возможности пока не подобьют. Да, мы вышли... Ну, в общем, нас подобрали в хвост. Так, справа фланга. И с чем мы были полезны, мы потом это усмотрим уже в конце игры. Ну, теперь наблюдаем за действиями наших коллег. Ну, вот сейчас к Черчиллю. Это странно, да, ведет? Товарищ Черчилль. Ну, он его сейчас там убил. Ну, все. Да. Помогу, это Черчилль и он продолжает свою битву дальше. Но, мне кажется, мне кажется, что тут уже критический момент для нашей команды. Счет уже 2-8 не в нашу пользу. И если еще подобьют хотя бы один танк, то надеяться на выигрыш уже как-то даже фантастично будет. Ну, наша тема была кромбель-светляк, поэтому мы так напрямую в битвах я как-то не ставил цель участвовать и подбивать. Ну, и моя задача была посмотреть, в общем, побегать между танками противника. Вот такая была задача. Ну, если попадается по пути кто-то, то, конечно, стрелять надо, естественно. 3-10, но это довольно серьезный разрыв. И он увеличивается, мне в нашу пользу. И еще друг друга тут нагибают практически. Это танк, я не знаю. Ну, в общем, многие танки, я не знаю их характеристик. Играл, конечно, не все ветки. Но кроме вель, мне нравится тем, что он гибок и очень проворен. Быстр. И маневренность у него довольно-таки шикарная. В общем, добили наш последний танк. И мы теперь имеем возможность посмотреть на наши нерезультаты. В данной игре мы получили поражение. Да, 3 всего лишь высветленных объекта. Ну, и главное, мы в минус не ушли. Хотя, бывало, что можно уйти в минус. С вами был в теме исследования Кромвеля, как светляка, игрок Тадархан. Продолжение следует...